Спасибо, Владислав, а я продолжу выпуск. Международный турнир по футболу памяти Геннадия Смертина стартовал сегодня в Краевой столице. На первом матче побывал мой коллега Дмитрий Гладких. Шесть команд из Узбекистана, России, Кореи и Казахстана прилетели в Краевую столицу, чтобы принять участие в этом первом международном турнире. В прошлом году организаторы провели аналогичные старты, правда тогда в них выступили лишь сибирские команды. В этом году было решено проводить соревнования на более высоком уровне. В них участвуют юные футболисты 12 лет. Играет на полноразмерном поле два тайма по 30 минут. Этот турнир не только возможность отдать дань памяти отцу Алексея Евгения Смертиных, футбольному тренеру Геннадию Смертину, но и шанс достичь других целей. Ребята со следующего года будут играть уже на большом поле и уже пятеркой будут мячом играть. Поэтому преследуем цели и развития футбола в Алтайском крае и поддерживаем дружеские отношения с республиками. Посмотреть и поучиться у московских команд, к чему нам стремиться, как дальше работать. Посмотреть на работу других спортивных школ, обменяться опытом и методикой работы в ходе турнира немаловажно. Для нашей команды, которая на этих соревнованиях собрана из двух сильнейших школ Алтайского края «Динамо» из «Дюшор» Алексея Смертина, это еще и возможность получить колоссальный международный опыт. В соперниках у подопечных Вадима Бриткина и Сергея Бакаева команды, состоящие из воспитанников московских футбольных школ «Динамо» и «Локомотив», ташкентского «Бунеткора», алматинского «Кайрата» и футбольного клуба «Чиога» из республики Корея. Кроме того, это шанс увидеть своими глазами настоящую звезду российского, а теперь и казахстанского футбола Андрея Аршавина, который сейчас выступает в Алма-Ате в составе местного «Кайрата». Уже сегодня спортсмен прибудет в Барнаул. «Очень высокого уровня, потому что его интеллект до такой степени высокий, что на нашем уровне даже наши футболисты иногда не понимают, что он хочет сделать. Но он своими ходами просто заморачивает всем голову. Поэтому очень супер футболист, просто так могу сказать». Возвращаясь к турниру, свой стартовый матч футболисты сборной Алтайского края проводили первыми. Соперником нашего коллектива стал как раз алматинский «Кайрат». Со стартового свистка арбитра в действиях футболистов в красной форме чувствовалась нервозность. Пропустив в первом тайме единственный гол, во втором отрезке встречи более мастеровитые и обученные игроки соперника владели инициативой и сумели поразить ворота нашего голкипера еще раз. Моменты увеличить цифры на табло у «Кайратовцев» возникали постоянно, но игра в защите алтайских мальчишек не позволила гостям праздновать победу с более крупным счетом. Итог противостояния 2-0 в пользу оппонентов. Задача стояла в первом матче выиграть, чтобы дальше было легче, хоть чуть-чуть. Ну, впечатление, конечно, после первой игры хорошее, потому что выиграли. Игра получилась хорошо. Сначала мы чуть-чуть поднервничали, потому что турнир все-таки серьезный очень. Но потом мы нащупали свою игру, забили первый гол, нам стало легче дышать. Ну и все остальные голы – это результат всей команды. В другом матче дня игроки футбольной академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина не оставили шансов ташкентскому «Бунеткору», разгромив соперника 7-0. Завтра на турнире пройдут очередные игры. Алтай встретится с московскими «Динамовцами». В этот же день пройдет торжественное открытие соревнований, в котором примет участие и главный селебрити турнира – знаменитый футболист Андрей Аршавин. Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости. Новости. Продолжение следует...